Огромные светлые окна, просторные светлые коридоры, современная мебель, свежий ремонт. Это Туркменский район, село Кучерла и школа, которая не видела капитального ремонта больше полувека. А теперь капитальный ремонт прошел и давайте посмотрим, какие же изменения здесь наступили. И уж если кто и может говорить про перемены, так это учитель русского языка Ольга Павловна. В школе работает со дня основания, даже директором была. Трудиться говорить в такой современной школе гораздо комфортнее. У меня, например, очень радует мультимедийный проектор появился, компьютеры появились, ноутбуки по классам. Мы можем полноценно провести с ребятами урок, не просто как раньше мы могли на пантомимах где-то что-то показать. А сейчас, ну и они понимают, что мы живем сейчас в современном мире и отставать нам, конечно, никак нельзя. Капремонт провели по президентской программе модернизации школьных систем образования, работу которой на Ставрополе курирует Краевой Минобор. Мы обновили полностью, заменили систему канализации, водоснабжения, отопления. Полностью сделали ремонты кабинетов, электроэнергию, пол поменяли, то есть линолеум заменили, двери заменили. Теперь у нас на стенах в каждом кабинете в рекреациях новый материал, венал. В общем, у нас стало очень красиво и модно, современно. В планах также благоустройство школьного двора. Деньги на это направили из краевого бюджета. А мы же едем дальше. Большое событие для небольшого села Овощи. Из краевого центра приехала бригада врачей. Кардиолог, невролог, окулист, гастроэнтеролог и другие узкопрофильные специалисты. Вместо амбулаторий многолюдно. И такой наплыв народа объясняется просто. Приехал к гастроэнтерологу, потому что у нас в районной больнице такого врача нет. И просто мне посылали в Ставрополь. Ну, я благодарен, что не ехать в Ставрополь, а, пожалуйста, тут рядом. Врачи все в районе у нас. А в районе тоже, там очередь большая. Раз вот здесь мы приехали, многих врачей там нет. Гастроэнтеролога нет. Ну, и собираются, собрались люди. Ставропольские специалисты приезжают в отдаленные территории края в рамках краевой программы за здоровье. В небольших поселениях проводят прием пациентов. И если требуется, выписывают направление в клинике краевого центра для дальнейшего лечения. Если мы их нацелим, то практически все, которых мы рекомендуем, пациенты все дисциплинированы, не все, в принципе, приезжают в краевую больницу. Глава региона Владимир Владимиров ранее заявил, количество выездов в отдаленные населенные пункты в этом году увеличат. Узнать о том, когда именно к вам приезжает бригада специалистов, можно в районной больнице, в ФАПе или в амбулатории в своем населенном пункте. Желают здоровья всем жителям края Алексей Форсиков и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.